Рассвет в России Для всех в России рассвет начнется, когда материально жить каждый лучше будет. Экономика в целом поправится, и каждого в отдельности достаток будет больше. Все окружающее материальное зависимо от духа и осознанности человека. Но пусть будет так. Но что толку от философии мудрых, когда есть хочется или одежды нет? Но осмыслить нужно, отчего все это происходит. Каждому осмыслить, самому. И не искать виновных вне себя. Лишь изменения в себе изменят все вокруг, достаток в том числе. Согласен я с тобой, не сразу все поверить в это смогут люди, Но ведь Анастасия и сказала, без нороучений надо, надо просто людям показать. И показала. Тебе теперь исполнить нужно предначертанное ею. Тогда через три года большие, маленькие, забытые, заброшенные поселения России, Где старики одни, к которым не стремятся дети в гости, Богаче станут и во много раз. В них жизнь ключом забьет, и многие вернутся дети. А дальше много еще она преподнесет. Раскроет тайны многие, вернет первоистоков знания и способности людей. Россия будет богатейшую страною. И сделает она так для того, чтобы доказать духовность, Знания первоистоков значимее, чем технократии потуги. С России новое взойдет заря над всей землею. И что ж я должен сделать, чтобы было так? Ты тайну первую раскрой, тебе поведанную внучкой. Ты в книжке расскажи, как масло нужно получать целительное из ореха кедра. И ничего не утаи. Во мне так вдруг все возмутилось, что даже дыхание в горле перехватило. Я сидеть не мог, вскочил. С чего? С чего я должен это делать? Для всех? Бесплатно? Да любой нормальный человек меня за идиота посчитает. Я экспедицию сформировал. Вложил в нее последнее, что было. Теперь фирма разорена. Просила книжку Анастасии написать? Я написал. И квиты мы теперь. Стремление вашей философии не очень-то понятно мне. Я просто излагаю их. Как раз так пообещал Анастасии. А вот про масло все у меня ясно. За него я теперь знаю, сколько смогу получить. Технологию по маслу никому отдавать не буду. Вот немного денег соберу от книжек и сам начну его производить. Мне надо все устанавливать. И теплоход вернуть. И фирму. Компьютер-ноутбук купить, чтобы следующую книжку набирать. У меня дома нет теперь. Жить негде. Хочу купить передвижной прицеп. Жилой. А как разбогатею. Памятник хочу поставить офицерам. Российским. Которым душу мы без душием своим разрывали. В разные времена. Над честью и совестью которых надругались люди. Пока вы там в лесу спокойненько сидите. Да тут люди гибнут. Кругом полно духовных разных. Вот только о духовном говорят. А делать хоть что-нибудь не очень-то хотят. Вот я и сделаю хоть что-нибудь. А тут отдай за просто так. Всем. Нет. Дудки. Так определил же Анастасия и тебе доход. Я знаю. Три процента от продажи масла. Да что мне эти несчастные три процента. Когда за масло можно триста получить. Я теперь знаю цены мировые. А продают его во много раз слабее по целебности. Я проверял. Они не знают как правильно его добыть. Теперь я знаю. Лишь один. Все подтвердилось что она говорила. Нет в мире по целебности аналогов ему. Но только если правильно все сделать. Да и наука это тоже подтверждает. И все теперь отдать. За просто так. От дурака нашли. Я столько перерыл литературы. В архивы посылал людей. Чтоб подтвердили что она сказала. И подтвердили. На это тоже уйма средств ушла. Все проверял. А сразу поверить Анастасии ты не смог. Потратил деньги. Время потерял. Из-за неверия. Да проверял. Так значит надо было. Но теперь не буду дураком. Заря для всех. Ну надо же. Заря. А я в этой заре так и останусь дураком. Я книжку написал. Все как она просила. Я помню как она твердила. Ты ничего не скрывай. Ни плохого. Ни хорошего. Смири гордыню свою. Не бойся быть смешным. Непонятым. Я не скрывал. А что получилось? А? Я выгляжу в ней полным идиотом. Да об этом и в глаза мне говорят. Что бездуховен я. Что многого не понимаю. И бескультурен. Групп. Даже девочка 13 лет из Коломны написала в письме. Нельзя мол так. А женщина одна из Перми приехала так прямо у порога и сказала. Хочу взглянуть. Что в нем нашла Анастасия. Ничего не скрываю. Ни хорошего. Ни плохого. Смири гордыню свою. Не бойся быть смешным. Непонятым. Все знала она. Себя то хорошей. Сама то хорошей получилось в книжке. Ну так люди говорят. А я каким. И все из-за нее. Да если б не ребенок. За дела такие. И склопотать она могла. Но подумать только. Я искренне. Как и просила. Все написал. А мне же говорят. Бесчувственный. И трус. Ну конечно же я полный идиот. Устроил сам себе такое. Послушался ее. Сам про себя такое написал. Что мне от позора не отмыться до конца дней своих. И после. Как умру. Надо мной все смеяться будут. Живучая эта книжка оказалась. Меня переживет. И вдруг осекся я взглянув на старика. Из глаз его катилась медленно слезинка. Я рядом сел. Он молча вниз смотрел. Потом заговорил. Пойми Владимир. Внучка Настенька предвидеть много может. И ничего себе она не пожелала даже. А то что выглядишь ты в книжке таким как есть. Ее заслуга. Это точно. Но не унизить этим. А спасти тебя она смогла. Приняв при этом на себя громаду темных сил. Одна. А ты в ответ ей боль непонимания, раздражения. Подумай. Выдержит легко ли женщина. Которая лишь из любви творит. Ну что за любовь такая. Когда любимый в дураках. Не тот дурак, кого так назовут. А тот, кто льстивый воспринимать слова как истину способен. Ну подумай сам. Каким бы ты хотел предстать перед людьми? Возвышенным над всем? Умным очень. И это возможно было сделать в первой книжке. Но тогда гордыня, самость уничтожили б тебя. Немногим из просветленных даже удавалось противостоять таким грехам. Гордыня, образ человека создает ненатуральный. И он живую душу затмевает. Вот от того философы из прошлого и гении сегодняшнего дня немного могут сотворить. Так как лишь первые сделав штрих, теряют сразу самостью объяты то, что было им дано в начале. Но внучка Настенька перед лестью, преклонением, рождающим гордыню, заслон поставить умудрилась. Тебя теперь им не достать. Еще от многих бед она тебя спасает. И дух, и плоть твою оберегает. Напишешь искренних ты девять книг. Земля любви пространством воссияет. И тогда, поставив точку на девятой книге, понять ты сможешь, кто ты есть. А что, сейчас нельзя сказать об этом? Кто-то сейчас сказать нетрудно. Ну, ты тот, кто есть сейчас. Ты тот, каким себя и ощущаешь. Кем станешь, знает, может быть, Анастасия. И будет ждать, живя любовью каждое мгновение. А то, что трусты, сидящие в квартирах, говорят себе, так это ничего, ты с юмором бы к этому отнесся. И посоветую им уйти без снаряжения на три дня в тайгу. С медведем переспать в берлоге. Для ощущений полноты с собой прихватить умалишенную. Ведь именно такой тебе, Анастасия, вначале показалось. Ну, да, примерно. Так пусть, пусть же осуждающий и переспать попробует со спутницы своей умалишенной. В глуши лесной. Подволчье завывание сможет, как ты думаешь? С какой-то хитрецой сказал старик. А я картину вдруг им нарисованную, как представил, так захохотал. И мы смоялись вместе со стариком. Потом я у него спросил. А Анастасия может слышать, что говорили мы? Она узнает все твои деяния. Ну, тогда скажите ей, пусть не беспокоится. Я расскажу для всех, как масло нужно получать целебно из кедра. Хорошо, скажу, пообещал старик. А ты про масло помнишь все, что слышал Анастасии? Ну, да, думаю, что все. Ну, так повтори.